Знакомлюсь ли я до конца этого года с мужчиной для отношений? В вашем вопросе есть подвох. Он связан с тем, что вам необходимо именно до конца этого года. До конца этого года осталось приблизительно... Ну, не смогу я посчитать, сколько дней. Сегодня 18 октября, октябрь, ноябрь, декабрь. То есть осталось еще, ну, грубо, 80 дней. То есть у вас прямо железная такая задача за 80 дней. А хотя, помните, была книга написана когда-то, 90 дней вокруг света. А у вас выйти замуж за 80 дней. Хорошая история, кстати. Как выйти замуж за 80 дней? Надо написать срочно такую лекцию и продать ее задорого. Кстати, это очень хорошая возможность зарабатывать в дальнейшем на этом. Знаете, сейчас, как говорили раньше, если нечего сдавать в аренду, тогда нужно что-то продавать. Говорит, у нас продают только те, кому нечего сдавать в аренду. Так же и здесь, знаете, у нас работают только те, кто не может сделать семинар и не может его продать. Вот приблизительно так. Сейчас практически все люди, которые вошли в интернет, они активно, активно создают сценарии, создают вебинары, стараются их продавать. И это на сегодняшний день является одной из уникальных систем для заработка. Вот, пользуйтесь, можете этим заниматься. Но вернемся все-таки к этой теме. Представьте себе длинную очередь. В этой очереди стоит огромное количество людей. Представьте себе длинную очередь, а человек, который кормит этих людей, только один. Это длинная очередь, где люди стоят друг за другом. И все они имеют желание, желание поесть. А повар и раздатчик еды единственный, ну допустим там высшие силы. И каждому кладет он там котлету, которая является фактически мужем. И здесь сзади кто-то начинает кричать, а мне быстрее всех, мне быстрее всех. А мне нужнее всех, а мне нужно 80 дней, а мне нужно 100%, а мне нужно. И начинает рваться человек. Скажите, куда будут ставить таких людей, если перед этими высшими силами все на одном уровне? Будут ставить в самый зад. Почему? Потому что наглых ставят назад. Поэтому до момента, пока вы будете хотеть, до этого момента у вас не будет получаться. Выйду ли я замуж за 80 дней? И никогда, да хоть чем занимаетесь, хоть ребёфингом, занимайтесь там этими трансёрфингом внимания, или там трансёрфингом, или ставьте какие-то аффирмации. Нет, не выйдите за 80 дней. Потому что в очереди самое важное, это скромное терпение. И понимание того, что скоро выйдете. Но как же это изменить? Метод от Дуйко. Как выйти всё-таки замуж, когда ничего не светит? Метод от Дуйко, он звучит так. У вас появляются страдания, которые приходят, приводят вас к тому, что вы не можете выйти замуж. Они возникают от того, что у вас переживания. Вот, все вышли, а не вышло. У неё хороший муж, у меня никакого, как так? А у меня есть вопрос, у меня есть проблемы, у меня есть претензии. А вот был бы мужчина, нам было бы легче, смог бы снимать, а я бы, как всегда, не работал, или бы я бы работала на него, и так далее. Решил бы вопрос, а мне зубы лечить нужно, и так далее. Как-то некрасиво женщину я обрисовал. Ладно, хочется любви, хочется, чтобы меня кто-то любил. Ладно, и содержал. И очень хочется, потому что через 80 дней деньги заканчиваются, а что с нового года делать, непонятно. Поэтому 80 дней срочно необходим. И что необходимо делать? У вас возникают эти состояния, которые возникают и мучают вас. Вот в тот момент, когда они вас мучают, говорите, поднимайте так руки и говорите, высшие силы, я страдаю от того, что я до сих пор не замужем. Пусть мои страдания послужат моим откупом и моей покупкой в скором времени любимого мужа. Я отдаю свои страдания вам. Говорите так, когда страдаете. Представляете, будто вы отдаете эти страдания. И я обещаю, что в дальнейшем очень, как говорят у нас в Одессе, быстро вы выйдете замуж. Это проверено 100%. Это работает, потому что это эзотерика. Все плохое, что происходит с человеком, является валютой, которой можно покупать что-то хорошее. Ну, многие этого не понимают. И это хорошо. Ну и познакомлюсь ли я до конца года? Так, а скорее всего, да. Уже если я обратил на вас внимание, теперь 100%. Продолжение следует...